Рано утром лесниги рисход за Донгшим города Дилии отправились в горы. Ранее весной, хотя снег еще не полностью растаял, активность диких животных повысилась. В это время лесниги тщательно осматривают горы и очищают капканы. Нам приходится проходить около 8-9 км в день. Ежегодный полигон составляет более 200 гектаров, и все сводится к тому, чтобы сохранить горы. Дилии является важным парьером в зоне агрархической деятельности. Он относится к территории Маровых и Кана. Проще территория промышленности здесь составляет 550 тысяч гектаров. На этой территории имеются богатые ресурсы диких животных и растений. В 2022 году в городе Дилии произвели различные виды лесопосадок на территории в общей срочности около 2 300 гектаров, перевыполнив годовое задание. В настоящее время на базе рассадника рабочих крестьянского рисхода. Рабочие убирают теплоизоляционные материалы с саженцев сосны, которыми саженцы были покрыты на протяжении всей зимы. Через полмесяца они произведут дополнительные зеленые насаждения в лесном районе. В 2023 году мы будем внедрять систему по охране лесных ресурсов с четырьмя системами, инвестировать в строительство проекта по восстановлению растительности в шахтах на площадь 39 гектаров, ибо уходуются лесом на площадь 14 тысяч гектаров. В этом году в районе Тахи-Галимпела впервые запущена интеллектуальная система лесной защиты. Таким образом, было досрочно завершено комплексное тестирование системы видеомониторинга. 16 самолётов воздушного пожародушения лесов готовы к использованию для мониторинга, воздушного патрулирования, разведки лесных пожаров и других задач. В этом году руководствуясь шести ключевыми задачами в рамках системы по охране лесных ресурсов, мы работаем над озеленением, а также произведём лесопосадки на площадь около 65 тысяч гектаров. Кроме того, прилагая усилия в целях экологического восстановления бастрящей площадью 16 тысяч гектаров, будем стремиться к созданию образцовой модели озеленения территории. Субтитры создавал DimaTorzok